Друзья, здорова! Мы снова на рыбалке. Село Иваново. Единственный из того, который не в аренде. Достали своими арендами. Мусора здесь, конечно, капец. Но у нас в городе, в водоемах, около водоемов гораздо больше мусора. Здесь еще чисто. Козлы. Расстрел. Расстрел, я считаю. В общем, не суть важна. Ловим на поплавочную удочку. Но что я заметил в поплавочной рыбалке? Главное поплавок. От него все зависит. От него. Вот именно. Есть у меня целая куча китайских, но они быстро ломаются. Гомнище страшное. Нынче продают. Я считаю, это дело нужно исправить. Собственно, этим мы и займемся сейчас. Сейчас. Коллеги сидят. Браконьеры. Саня землей подкармливает. Вот это да. Ну, стоп. А ну, покажи на камеру. Маленький. Как ты, Ира, там говоришь? Карасеныш. Карасеныш. Детеныш Коропа. Красоты. Красоты. Ивановские. Хорошо. В качестве материала будем использовать древесину. Древесина неизвестной породы, но явно не сосна. Я не знаю, что это за древесина, но твердая. Достаточно твердая. Не дуб точно. Вообще, это запчасть от тремпеля. Ну, в простонародней вешалках, кто не знает. В общем, сейчас разделяем на отрезки соответствующей длины. И дальше продолжим. Разделяю на отрезки длиной 53 мм. Разделяй, как говорится, и властвуй. Так, здесь повреждения. Отступим. Отрезаю. Использую ножовку по металлу. Можно и болгаркой даже. Но сильно пыльно. В первую очередь обработаем торцы наших заготовок. Так. Зажимаем. Я приучился метку ставить. Дабы потом можно было точно так же вставить. Да, я знаю, у меня патрон бьет. Но пока денег особо нет купить новый. Достаточно дорогая штука. Я вам скажу. Самое интересное, многих, не знаю, то ли подписчиков, а может просто случайные зрители. Один мне пишет. О, у тебя патрон бьет. Аж глаза режет. Все, отписываюсь. Ну, позже я поражаюсь. Я давно достаточно уже на ютубе. Но тем не менее, конечно, поражаюсь. Сколько дегенератов в интернете вообще. Это просто какой-то кошмар. Ну ладно. Это все лирика. Вперед. Теперь предстоит выточить конус. Конус примерно до середины заготовки. Да, дерево точится шикарно. Правда, остаются волокна. Порванные волокна. Однако, отлично убирающиеся наждачной бумагой. Я не знаю, может быть есть специальные резцы токарные по дереву. Ну, или же специальная заточка. Я пока что небольшой специалист. Если кто знает, чертите в комментах. А мы сейчас быстренько уберем. Сверлю сквозное отверстие. Необходимый диаметр 6,1-6,2 мм. Сверлю постепенно. То есть, сначала маленьким сверлом. Затем большим, 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 большим. И большим, и большим, и большим. И так далее. Сверло не перегревается. Ну и можно получить максимальную точность. А вот такие дела. Далее нам потребуются вот такие вот палочки. Палочки для приема пищи. Как они ими едят, загадка. Не, ну точнее я умею, конечно. Но не совсем понятно, зачем так усложнять. Наверное, для того, чтобы, когда ты вкушаешь пищу, можно было еще помедитировать. А не любители этого дела. Ну да ладно. В общем, что делаем. Отрезаем вот эту часть. И сверлим отверстие 2 мм. Собираем все вместе. Вот такие заготовки получились. В принципе, готовый поплавок. Но на этом мы не остановимся. Нужно еще кое-что сделать. Замешиваю эпоксидную смолу. Для того, чтобы она была более жидкой, добавляю немножечко растворителя. Не переживайте. На прочностные характеристики это никак, блин, дофига. Не отразится. Все дело в том, что растворитель испаряется гораздо быстрее, чем сохнет эпоксидная смола. Покрываем эпоксидной смолой наши поплавки. Они будут контачить с водой, поэтому дерево нужно очень хорошо защитить. Разумеется, покрываю и верхнюю часть. Она же ведь тоже будет контактировать с водицей. А так эпоксидная смола сделает его вечным. И водонепроницаемым. Я думаю, что можно было, в принципе, и лаком покрыть. Произведем свет кольца, через которые будет пропускаться леска. Можно, конечно, и без них, но с ними удобней. РС. Опять же, можно не обязательно медную проволоку, можно стальную, не хромовую, так как и есть. Такую. И можно задействовать. Я предпочитаю медь. Цветные металлы рулят. Ну и излишек откусываем. Все очень просто. Вклеиваем кольца на эпоксидную смолу в соответствующие отверстия. Я думаю, можно было бы и суперклей, конечно, задействовать. Хотя, эпоксидка гораздо надежней. Это факт. Немного ниже центра, также приклеиваю крючки елки. Отдыхательство. Так. Как показала практика, так гораздо удобней крепить леску. Ну, точнее, крепить поплавок к леске. Опять же, это не обязательно, но крайне желательно. Такс. Ничего, если немножечко криво будет, мы потом, когда все подсохнет, подровняем. вот так вот. Оставляем сушиться. Для того, чтобы поплавок лучше был виден, а также для того, чтобы он имел более привлекательный внешний вид, окрашиваю его. Окрашиваю баллончатой краской. Ну, баллончатый это новое слово. То есть, краска в баллончике. Можно было бы и другую краску, но краска в баллончике быстрее сохнет. именно поэтому. И к тому же ее у меня достаточно много. Правда, разнообразие цветов не сильно большое, но основные цвета имеются. Так, красим. Вот такие чудо-поплавки получились. Результатом, в принципе, я доволен. Все высохло. Я для надежности вскрыл дважды лаком. Ну, поскольку сие изделие будет работать довольно сложных и в агрессивных порой условиях. Ну, то есть, ветки, трава, камни и так далее. И лишняя защита не помешает. Сейчас, что предстоит? А предстоит подобрать грузик. Вообще, можно было бы подобрать по науке, воспользовавшись весами, но у меня нормальных весов нет, к сожалению. Есть вот такая фигня, но у него погрешность катастрофическая. Хоть тут и написано, что чуть ли не один грамм мерят, но на практике это неправда. Мы пойдем иным путем. Имеются в наличии вот такие раритетные весы. Ну, как весы. не комплект, весов, к сожалению, нет. Зато есть гирьки. Вещь. Достался сей наборчик мне очень давно. Бабушка работала медиком и принесла. Судя по всему, измеритель этот был списан из-за того, что нет весов и нет ряда грузиков. Ну, не грузиков, а гирек. Ну, я не знаю, может, это не гирькой. Этой гирькой назвать язык не поворачивается. Ну, в общем, не комплект. Сейчас мы возьмем, я думаю, двухграммового должно быть как раз. И попробуем. И методом подбора подберем необходимый вес. Ну, а затем я сгоцую в рыболовинский магазин и приобрету грузик необходимого мне веса. Сейчас. К сожалению, на нормальном водоеме продемонстрировать не могу. Придется в ведре. Хопа! Нормально. Грузик угадал с первого раза. Два грамма. Два грамма ровно. Но можно чуть-чуть поменьше. Превосходно. Та, теперь я буду козырный парень. Бомба. Разумеется, кому-то проще приобрести. Но мне интереснее было сделать. К тому же здесь частица моей души. Готов поспорить, что на этот поплавок я наловлю, на эти поплавки я наловлю гораздо больше рыбы, нежели на вот это говно китайское. Ох и дерьмище лютое. Конечно, есть дороже поплавки и получше, но зачем? Зачем? Гораздо интересней сделать самому. Гораздо, поверьте мне. Да, и ловить на него будет приятнее. Все-таки сделано своими руками, правильно? Вообще, было бы неплохо показать вам его непосредственно в действии, эти поплавки. Но, к сожалению, погода резко испортилась. Декабрь месяц, елки-палки. И поехать на рыбалку нет возможности. Сильно холодно. Не люблю я мерзнуть. На сегодня все, друзья. До новых встреч. Как всегда, но пасарам пока. Пока. Пока.